Унижение, побои, психологическое насилие. Жертвами такого поведения стали две героини нашего следующего сюжета. Одна страдает от действий сына, вторая жила три года в семейном аду, но нашла в себе силы и смелость все изменить. Реальные истории жертв домашнего насилия в следующем материале. Этот дом по улице Барыкина в советском РОВД известен хорошо. Правоохранителей сюда вызывают регулярно. Причина – насилие в семье. Тамара Петровна обращалась в милицию не один раз. В прошлом году сын Сергей впервые поднял на нее руку. Тогда женщина писать заявление отказалась. Сейчас насилие продолжается, но уже психологическое. Как сын ведет себя по месту жительства? Ну вот, два дня, подавчера опять он кричал со мной. То есть, музыка врала. Все, ругался со мной. А ругался по поводу чего с вами? Ну, он просто когда лишнее упивает, он начался со мной скандалить, ругается. Я в то время села девочку, в другую выгоняли. А часто употребляет алкоголь сын? Да. Ну, он постоянно употребляет, как будто выгоняется. Скажите, а насилие он в прошлом году применял? После того, как его привлекли к ответственности, он поднимал руку на вас больше, нет? Ну, такой сильный со мной не ругался. Он может так толкануть. Я бы так никогда не бил ни разу. У меня же личников у меня бы ничего даже нет. А скажите, вы в этом году обращались в милицию по поводу противоправных действий? Я звонила несколько раз сюда. Не на камеру женщина рассказала, что ее сын регулярно приводит знакомых женщин. С ними мужчина громко слушает музыку и распевает алкоголь. В такие моменты Тамара Петровна и обращается в милицию. Правоохранители приезжают, но что-либо сделать они бессильны, если вызов поступает до 22.00. Сын матери не вредит, приводить гостей имеет право как собственник жилья. Выпроводить гостя сотрудники МВД могут только с 22.00 до 6.00. На счету Сергея хватает административок. Все совершены в состоянии алкогольного опьянения. Участковый отмечает, что было время, когда Сергей скрывался от правоохранителей. Двери не открывал, всячески избегал встреч. Сегодня мужчину регулярно посещают сотрудники милиции. В настоящий момент у Сергея только одно правонарушение. Следовательно, повторности даже нет в связи с чем на учете профилактическом у нас не стоит. Совершенно другая история у гомельчанки Татьяны Кондратенко. Ни женщина, ни ее бывший муж не входили в категорию «они знакомы милиции». Отношения начинались как в сказке. Татьяна и подумать не могла, что все обернется семейным адом. В 2012 году женщина забеременела. Выносить ребенка было сложно. Роды тоже были нелегкими. Наша героиня провела не один месяц в больнице. Муж ни разу ее не навестил. Серьезные скандалы начались, когда сыну было два месяца. Мужчина ушел гулять. Татьяну с ребенком в это время госпитализировали. Супруг на звонки не отвечал. После этого гомельчанка разорвала отношения. Алексей попал в СИЗО и оттуда писал письма, что раскаивается, любит и мечтает о полноценной семье. Татьяна поверила и снова с ним сошлась. А затем переехала из Минска в гомель. В скором времени отношения стали невыносимы. Постоянные скандалы, любовницы и неприятные смс от них. Унижения и угрозы со стороны супруга. Ты чушка, ты уродка, какие-то унижения, оскорбления. Я не могла своему ребенку этого объяснить. Я начала говорить, что мне это не нравится, что я не буду так жить, что я так жить не хочу. Что-то приходят все нормы, все пределы. Что-то слышит ребенок, и я так не буду, я не хочу больше этого. Этого было достаточно, чтобы меня ударили по лицу, повалили меня на пол на кухне, били ногами. И говорили, ты чего открываешь рот? Ты кто? Чтобы рот открывать. У меня все тело было синее. Абсолютно все. Я закрывала лицо, и он меня когда бил, он мне разбил голову, и у меня здесь такая шишка была на лбу просто. Вот от головы здесь вот просто был такой синяк. И потом на одной из коммерческих встреч мне спрашивают, Михаловна, что у вас на лице что-то за синенькие такие? Я говорю, ну у меня все ремонт в офисе, у меня вот палка упала. Вот с потолка, вот налог, так получилось. Строитель, который делал здесь ремонт, влетела. Я пришла, и он ко мне подошел, говорит, ну я все понимаю, говорит, ну мы строители всегда во всем виноваты. Говорит, ну я бы на вашем месте, Михаиловна, разводился с мужем. Синяки по всему телу. На груди, на руках, на ногах, на боках. Везде. Такие, просто как сливы, просто черные. Вот отсюда, во все, я вся в синее. Я выехала на работу и просидела вот с документами на работе часов 0 до 11 вечера. Я пришла домой, открыла дверь, и он меня взял за волосы, затащил в квартиру, чтобы не слышали соседи. И просто я была в шубе, не раздевавшись, он начал меня бить. Я понимала, что он меня сейчас просто убьет. Подбежал Сережа, я начал Сергею просто качать, Сережа, беги к соседям, возьми, открой дверь и беги к соседям. А мне Сережка окаменел, он так встал. У меня эта картина до сих пор в голове. Сережка встал, окаменел, и я ему говорю, что иди к соседям. А он падает на колени и начинает плакать. Начинает плакать и кричать, папочка, пожалуйста, не убивай маму. Не убивай маму, пожалуйста. Сегодня Татьяна призывает всех, кто страдает от домашнего насилия, бороться за свое светлое будущее. Тираны не меняются. Если вы не знаете, что делать, обращайтесь в милицию и фиксируйте побои. Чтобы привлечь угнетателя к уголовной ответственности, должны быть примеры как минимум трех эпизодов причинения телесных повреждений и издевательств в течение года. Также вы можете обратиться в организации, которые указаны на экране. Вероника Гомзюкова, Павел Антонов. Специально для программы «Де Факто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова